привет какой же район бали самый комфортный для семейной жизни если досмотрите это видео до конца вы узнаете это прямо сейчас и тогда мы уже прожили больше полутора лет на острове бали и год из них мы прожили в ченгу возник вопрос куда же переезжать и наш выбор опять упал на санур потому что здесь реально очень круто с детьми переезд и щенгу в санур было немного утомительным и нужно было срочно отдохнуть и этот момент когда няня забирает детей пока пока нет ничего слаще и ты такой на slow motion собираешься наслаждаться своим временем модные нарядные вы мчите по красивой дороге в популярное заведение чтобы модный бариста сделал стаканчик модного напитка чтобы вы выпили его в компании модных и молодых людей бали вайп серфер тусовка движимого энергетика острова мачо латы и ты часть всего этого да но так было в ченгу а сейчас мы сануре так что мы садимся на свои велосипеды и едем в одно из самых не стильных заведений острова бали но зато там реально вкусные мачо вот мы приехали в наше заведение оплот самый вкусный мачо и на всем острове практически но точно первую тройку входит дейли багет да в сануре очень много пенсионеров но также это семейный район именно поэтому мы сюда и вернулись сейчас подробно покажем расскажем почему же санур по нашему мнению это лучшее место для жизни с детьми на бали подождите мы сейчас папа с мамой идет тоже подождите мы все идем на пляж самая крутая фишка нашего жилья сейчас что мы располагаемся прям практически на пляже буквально 80 метров и пляж путь на пляж лежит через зеленый сад с фонтанами и пальмами и всегда когда доходишь до пляжа каждый раз одни и те же мысли каждый раз заново понимаешь для чего все это кстати вот и первый вес и аргумент для жизни в сануре с детьми санурский пляж идеально подходит для детей из-за особого расположения бухты тут никогда не бывает огромных волн но при этом за косой волн для серфинга предостаточно ну вот такая спокойная размеренная жизнь деревенская едешь на велосипедах по деревне вдоль пляжа на йогу встречаешь знакомых общаешься с ними прям на великах вот на этой простой дорожке тут сама атмосфера вынуждает замедляться потому что здесь совершенно другой темп нежели это было в ченгу и это очень 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 family friendly район просто вот прям для семей мы очень хотели пожить ченгу хотели в том модном районе но и дети были маленькие в ченгу очень много мест где их развлекать но когда дети уже входят в тот возраст когда им хочется гулять что-то вот там ходить ножками бегать прыгать чем-то заниматься то санур это просто идеальное место но и как мы рассказывали еще в первом видео когда переезжали только про санур вот эта дорожка на которой мы сейчас едем это просто супер бонус то есть ты можешь просто гулять вдоль моря эта дорога там не знаю пять километров по моему туда-сюда с коляской это просто божество вот если мама какая-то идет с коляской центр йоги power of now находится прямо на пляже также мы частенько ходим на йогу в центр йоги куашала возле power of now живет священная корова которую все любят и наши дети тоже некоторым делали иногда по моему из этой простой воды blueberries горели а есть карааа appear пара Так, касательно самых важных вопросов, которые задают нам постоянно в личку, пишут в комментариях, это визы, страховки, все сопутствующие вопросы, с которыми люди сталкиваются при переезде. В общем, мы визы делали через одного надежного человека, ссылку на этого человека я дам в описании, там будет анкета, ее нужно заполнить, просто форму, и он с вами свяжется, это Александр. Это человек, через которого мы делали все визы в течение вот этих почти двух лет, для родителей, для себя, потом делали китос, это что-то вроде двухлетнего ВНЖ с правом выезда туда-сюда. Четкий, надежный человек, которому можно доверять. Да, у них, по-моему, сейчас не самые высокие цены, но я бы не связывался с какими-то вообще ненадежными чуваками, ненадежными конторами, потому что сейчас Бали проснулся, а жил и кидалов, и разводников прям очень много, поэтому смотрите сами. Кто хочет лолипоп, поднимите руку. Пляж в Сануре это просто изобилие развлечений для детей. На каждом углу можно покормить рыбок, погонять голубей. Суперкрутой модный рейх по Сануру. Она нашла суперпрокаченный в экзибидерских драконах. Мама, очень модная мама. А если проехать до края Санурского пляжа пару километров, начинается пляж Мертасари. Там есть остров, где можно погладить лошадей и даже верблюдов. Тут часто отмель на этом острове и классно гулять, крабов искать. Да, ты, Юша? Да? Да. Хорошо. Вон там видны верблюды, сейчас мы к ним сходим попозже. А здесь вот много яхт, тут вот как раз причал, поэтому специально вот тут рядышком виллу сняли, потому что вон наша яхта припаркована. Ну, чтобы далеко на великах не ездить к своей яхте. Ну, тут еще какие-то яхточки простых людей, там какие-то лодки. Это что? Там жила, там жила моллюска. Моллюска там жила? Да. О, какая ты уже умная. Моллюска жила, боже мой. Я в твоем возрасте не знал, что такие моллюски бывают в море. Я вообще слово моллюска не знал. Моллюска жила, боже мой. Тея, как лошадка делает? Моллюска жила, боже мой. Мама, глади эту. Дают поглажь. Это не дают. Поглажь. Сейчас поглажу. Мама, держи, давай поглажь. Там же рядом находится поле, где постоянно проходят фестивали воздушных змеев, когда сезон ветров. Это такое традиционное развлечение у балийцев. Да, девочки, видите, тут дяди любят на бали заниматься такими вещами. Они строят больших змеев и соревнуются, кто круче и у кого больше. Собственно, как и все остальные дяди в остальном мире. Сейчас посмотрим, как этот большой змей полетит, да? Какая морда у змея. Ига, полетит. Сейчас, сейчас, сейчас полетит. Смотрите, там дядя тянут. Смотрите, какой хвост у змея. Блин, да тут надо шириком по горизонталке, потому что ничего не влазит. Просто гигантская змеяка. И потом вот такая вот ворота летает и трещит. Блин, такие уже забавные фантики этих кайтов. У нас прям с балкона видно, как проходят эти соревнования по кайтам. Вот сейчас выхожу на балкон виллы. Романтика Бали. Хорошо, всегда солнышко. Короче, в описании также вы найдете ссылку на наш телеграм-канал. Там, чтобы было удобно, чтобы не плодить все вот эти огромный массив информации в описании, есть закрепленный пост. Там мы собрали всю информацию по Бали, которая вот нам помогла переезжать и которая помогла нам здесь ассимилироваться. Там полезные чаты, мамские чаты, полезные форумы, где нормальный нетоксичный контингент, где люди помогают, подсказывают. Там будет ссылка на Александра с визами. И там будет ссылка на нормальную крутую страховую компанию. Там тоже не самая дешевая страховка, но там очень классные условия, крутое покрытие. И самое главное, у них есть приложение с бесплатным онлайн-доктором, там что-то на связи. Короче, прикольная штука. В общем, ссылки все эти будут в телеграм-канале, в закрепленном посте. Переходите, смотрите, пожалуйста. Ну и конечно же, опять пляжная дорога. Для повзрослевших детей это просто сказка. Поехали. Самокаты, велики, коляски. И погнали. Эту дорожку сейчас расширили и поменяли плитку на новую. Так что она вообще огонь. Кстати, куда же мы едем? В предыдущем видео мы показали, как празднуем день рождения нашей двойни. И там мы обмолвились, что переехав в Санур, у нас образовалась большая компания. И у детей появилось много друзей. Теперь мы часто проводим время большой компанией. На пляжах, в игровых. И вместе организуем поездки по острову. Это бич-клаб Бёрд, в котором проходила вечеринка девочек. Тут с детьми очень круто проводить время. Ого! Давай, Элеан, садись. Папа зловит тебя. А это мы большой компанией ездили в Эбуд на пенную вечеринку. Круто, когда есть большая компания. Я нашел самого счастливого человека! Евгений, под чем вы? Это Kids Cafe в Сануре. Заказываешь там еду и тусишь с детьми до посинения. Прокачественное место, много игрушек, детям весело. Дети играют, все родители снимают. Кстати, со многими мы познакомились благодаря нашему каналу и нашим старым видео о жизни сдвойней на Бали. У нас тут движняра такая. Санурский движ. Пока на пирамоле, дюля. Ребята не выезжают. Потом как-нибудь через какое-то время... Мы будем очень скучать. Но мы обязательно вернемся. Конечно, конечно. Эй, счастье, праздник, веселье, позитив, бодрость. Так и есть, все классно, все здорово. Но иногда происходят и не очень приятные события. Бывает, встаешь утречком, идешь в ванну, поворачиваешь голову влево и видишь это. Не так давно было установлено, что в Азии встречается несколько различных видов королевских кобра. Их леденящая кровь яд ведет к образованию тромбов и внутреннему кровотечению, а укус причиняет невыносимую боль. Да, вот реально было у нас такое одно утречко. Я прям реально зашел в ванну, помыть лицо, поворачиваю, лежит вот такая колбаса. Я просто, конечно, чуть кирпичи не отложил сразу на месте, но это не ядовитая змея. Мы потом узнавали. Конечно же, я понимаю, что в любом случае, увидев это, для многих людей поездка на Бали будет закрыта до конца вообще жизни, потому что люди, многие очень боятся змей. Ну и мы боимся змей. Вообще бояться змей это нормально, адекватно. Но я хочу снять этот налет ужаса, который я навел на вас кадрами со змеей. На Бераве тоже заползали вот такие маленькие змейки. Вот такая она ждала дома хрень. Что-то к нам заползают и заползают. А больших не заползало. Ну вот, конечно, эта змея огромная. Прямо она прям сразу ужасно будет. И это чертовски неприятно. Но это первый раз. Первый раз за все время. И мы показывали тут уже матерым людям, которые давно живут, но у них тоже был тоже шок, понимаете? То есть это не так, что повально. Это не так, что ты каждый день просыпаешься, они там в холодильнике сидят, ты идешь в туалет, они там и с туалета заползают. Кстати, вот эта змея, мы спрашивали специалистов, сказали, что скорее всего, очень большая вероятность, что она заползла из унитаза. Да, это чертовски неприятно. Это было прям, ну, жутковато. Но для нас, конечно, жизнь в тропиках дает нам больше плюсов. И с какими-то вот такими неприятностями и минусами приходится мириться. Ну да. Ну, как бы не скажу, что здесь прям каждый день в сводках новостей, что люди умирают от укусов змеи. Ну, это бывает так же. Ну, блин, почитайте, сколько в наших широтах гадюки кусают людей. Поэтому, в общем, не стоит бояться этого так, чтобы прям вот так. Но вы должны знать, что такое может произойти. Пришли через полтора часа только, через полтора часа только. Пришли, охренеть. Я уже затпарился, ждать. Пусть пушит. Вот так лап. Я лап ее, дед. Мы, employment здесь. Лап! шуста яхо какая она так на палку бросалась кстати в этот же день чуть позже у нас еще случился маленький пожар у нас пожар прямо самая настоящая горит правда ну что поделать бывают и такие дни так где поесть мы тут все любим местную столовку которая называется куды у этого места есть два жирных плюсов первое это то что вся еда тут сто процентов plant based you know это значит что при изготовлении этой еды не было убито ни одно животное вдумайтесь просто для того чтобы вы пообедали никого не убили и это же круто и второй плюс тут ультра дешево на 10 баксов мы обедаем семью из четырех человек недоеденной забираем с собой даже остается на зиму засолить и это еще при условии что сверху летит куча десертов и мороженым да кстати венцом всего этого волшебного места является веганская выпечка и веганское мороженое на кешью молоке за которым ездят даже не веган смотрите сюда девочки лиан куда ты всех везешь в игровую в игровую ну здорово поехали в игровую у ребята короче есть мысль провести прямой эфир с ответами на вопросы по переезду на бали по жизни на бали потому что огромное количество прям огромный пласт вопросов может быть мы проведем стрим прямой эфир и вы придете туда позадаете вопросы как вам такая идея пишите в комментариях нравится ли вам такая идея с прямым эфиром с ответами на вопросы по жизни на бали beautiful как принцессы обнимаются девочки мои любимые доченьки я слушаю ваши прекрасные песни на санурском пляже есть приют для черепах их спасают передерживают и потом выпускают также там разводят черепашек и выпускают новое потомство в океан это мероприятие проходит в кафе джиниос это кстати одно из самых интересных и наверное прикольных заведений на санурском пляже это платные мероприятия но все деньги идут на помощь приюту для черепах спасибо за субтитры! Ну и почему бы не заесть все это дело веганским мороженым? Папа, папа, я красиво. Да, очень красиво. Ладно, на самом деле Санур, да, пенсионный, конечно, семейный, но тут есть и стильные места, в которые ходят очень стильные люди, стай лишь мама двойни, вау, так и не скажешь, что мама двойня, такая молодая, модная, такая вау, пушечка, пушечка цигрица. Да, в Сануре действительно мало крутых и современных заведений, а нам нужны именно такие, чтобы снимать красивые видео и продавать их онлайн на видеостоках, это наша основная работа. Видео о нашей работе, кстати, я уже делал, и кому интересно, можно посмотреть по ссылочке в описании. Одно из немногих стильных мест на пляже Санур, прям на пляже, это Студжи Ди Пантай. Ну и просто классно, когда есть место, чтобы можно было поработать с видом на океан и выпить свою любимую мачу. Genius Beach Club Bird и Студжи Ди Пантай одни из таких заведений. Друзья, если вы досмотрели до этого момента, то смею предположить, что это видео вызвало у вас какие-то определенные эмоции, и если так, то я прошу поделиться ими в комментариях. Это правда очень важно для меня, мне очень важно получать обратную связь. Именно так я чувствую, что я не зря работаю по 5 дней над одним видео. Всем адекватности! Увидимся в новых!